Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции, исходя из течения протекания штамма омикрон новой коронавирусной инфекции, является стабильной. За последние сутки госпитализировано 28 человек, или 6,7% от общего количества выявленных случаев за сутки, как в 415 случаев. При этом необходимо обратить внимание, что 23% случаев выявлено в городе Якутске, 77 в районах. Сегодня мной проведен оперативный штаб с главами муниципальных образований как руководителями оперативных штабов на необходимость соблюдения непосредственно норм относительно граждан, правил поведения граждан по масочному режиму и по социальной дистанции. Лечение у нас в стационарах проводится 1,6% больных, в амбулаторных условиях 88%. Мы продолжают наши медики выздоровление, значит, за сутки выздоровело 524 человека. До 15% случаев, к сожалению, еще пока коронавирус связан со штаммами Дельта, который вызывает достаточно тяжелые формы заболевания. Все зарегистрированные сегодня у нас больные, находящиеся на больничных койках, они являются невакцинированными. В связи с этим обращаем внимание на необходимость все-таки вакцинации против новой коронавирусной инфекции и на соответствующую вакцинацию детей, которые сегодня у нас на настоящий момент подлежат вакцинированию. На соответствующую вакцина всех видов и спутник, и спутник лайт, и, соответственно, значит, Ковивак в районах республики и в поликлиниках республики являются. Наши больницы возвращаются к плановой помощи. Практически все свернуты, практически все стационары, кроме стационаров экстренной помощи и стационара специализированной Якутской республиканской клинической больницы. Сейчас мы возвращаемся и делаем упор на позицию тогда, когда основную нагрузку на себе понесет Якутская республиканская клиническая больница. Соответственно, поликлиники будут возвращаться в режим плановой помощи. Все соответствующие лекарственные препараты на настоящий момент продолжают находиться на мониторинге ежедневном Министерства здравоохранения Республики Сахая-Кутя. И, соответственно, значит, также на мониторинге находятся и лекарственные препараты, находящиеся в аптеках. Уважаемые жители Республики Сахая-Кутя, мы благодарим вас за то, что вы всегда были достаточно такими внимательными участниками нашего брифинга оперативного штаба. Сегодня принято решение о том, что формат брифинга оперативного штаба переходит в формат лишь только очного и режима брифинга, только в том случае, когда у нас будет экстренная информация или информация, которую необходимо нам будет с вами донести. На настоящий момент продолжает у нас работать коллективный центр «122», обработано 312 входящих звонков. Врачами центра дистанционной аудиоконсультации проводится аудиоконсультация, их 21. Продолжают работать волонтеры нашей Республики. Несмотря на сложившуюся ситуацию, которая связана со стабилизацией, носить маски и соблюдать социальные дистанции является достаточно серьезным вызовом, который нам необходимо дальше продолжить. Здоровья всем!